Добрый день, мальчики, девочки, а также все, кто сейчас смотрит это видео. Всё меньше тёплых дней и всё больше холодных. Но я думаю, что это ни в коем случае не должно портить нашего с вами настроения. Почему? Потому что сегодня воскресенье, а это значит, что у нас новый урок Библии, который начинается прямо сейчас. Знакомо ли вам такое слово, как упорство? Как вы думаете, что оно значит? Подберите похожие слова, которые созвучны с этим словом. Итак, согласно словаря, упорство – это значит упрямство, строптивость, тупое упрямство, неуступчивость и противление. В класс пришла новая девочка Аня. Она плохо видела и поэтому носила очки. Но, несмотря на то, что у неё были очки, ей нужно было сидеть всё равно на первой партии. Когда учительница завела эту новую девочку в класс, она решила посадить её рядом с другой девочкой по имени Катя. Но с Катей сидел мальчик Серёжа. Учительница подошла к Серёже и говорит, «Серёжа, у нас новенькая девочка, ей нужно сидеть на первой партии. Пожалуйста, уступи ей место». Серёжа отрицательно покачал головой и сказал «нет». Учительница попросила его ещё раз. «Серёжа, пожалуйста, уступи место для девочки». Серёжа сказал «нет». Учительница посмотрела на него ещё строже и сказала, «Серёжа, ты должен уступить место. Ты видишь у неё проблемы со зрением. Встань, пожалуйста, пересядь на другую парту и уступи место Ане». Серёжа отказался. Тогда вот эта другая девочка Катя, которая сидела рядом с Серёжей, она встала и сказала, «Я уступлю место. Аня, добро пожаловать в наш класс. Садись, пожалуйста, на моё место». Как вы думаете, какое качество проявил Серёжа? Конечно же, он проявил упрямство. Но есть ещё и другое качество, которое вроде бы как тоже похоже на упрямство, но это положительное качество, и оно называется настойчивость. Благодаря тому, что человек, который имеет настойчивость, он добивается очень хороших результатов везде, и в спорте, и в жизни. Два мальчика, Саша и Петя, играли в баскетбольной команде, но они играли в противоположных командах. Саша был высокий, стройный мальчик, он легко мог забросить мяч в высокую сетку. А Петя был таким невысоким, среднего роста, и для того, чтобы забросить мяч, ему нужно было много тренироваться. Саша был уверен, что его команда в следующей игре обязательно выиграет, ведь в этой команде есть Саша, и он практически не тренировался. Он пропускал тренировки, он не ходил на всякие мероприятия, связанные с этими тренировками. А Петя, он тренировался не только на тренировках, но также и во дворе своего дома. И когда наступила игра, как вы думаете, чья команда выиграла? Правильно, команда Пети, потому что Саша не тренировался. Саша забросил один мяч в корзину команды противника, а Петя забросил четыре мяча, потому что он настойчиво тренировался. То же самое происходит и в духовной жизни. Человек, который настойчиво изучает Слово Божие, ходит в церковь, молится, рассказывает другим о Боге, этот человек проявляет настойчивость. А человек, который изредка ходит в церковь, а зачем ходить каждое воскресенье? Можно сходить и на праздник, изредка читает Слово Божие, молится иногда, когда очень-очень нужно. Этот человек проявляет нерадение. В какой категории людей ты можешь отнести себя? К настойчивым людям, которые стараются добиться хороших результатов и в духовной жизни, и в физической жизни? Или ты относишься к людям, которые проявляют нерадение? Зачем тренироваться? Зачем слушаться маму с папой? Зачем каждый день читать Библию? Зачем каждое воскресенье ходить в церковь? Значит, ты относишься к нерадивым, если ты поступаешь так. И такое поведение может нанести серьёзный урон в твоей духовной жизни и лишить тебя благословения. Желая предостеречь людей от упорства, Иисус решил рассказать им притчу о двух работниках-винограднике. Иисус рассказал эту притчу в храме. Это были тревожные времена для Иисуса. Накануне Он изгнал торговцев из храма, потому что Иисус знал, это дом Его Отца, это святое место, и никто ничем не должен там торговать. Всем начальникам и служителям синагоги и священникам такое поведение Иисусу не понравилось, и они искали любую возможность, чтобы убить Иисуса за такое поведение, за такие поступки. Один богатый человек насадил виноградник и надеялся получить от него плоды. Но обстоятельства изменились, и богатому человеку пришлось уехать в другую страну, а виноградник передать своим работникам. Это были хорошие, опытные люди, и виноградарь им целиком доверял. Он знал, что с их помощью виноградник будет продолжать приносить плоды, и у него будет отличный урожай, потому что они знали, как ухаживать за виноградной лосой. По прошествии года хозяин захотел получить плоды от своего виноградника и послал с этим поручением своего слугу. Но виноградари, услышав просьбу слуги, набросились на него с криками и выгнали прочь. «Убирайся! Мы тебе ничего не дадим!» – кричали они. Слуга вернулся и все рассказал своему хозяину. «Должно быть, ты вел себя недружелюбно!» – сказал он слуге. «Пошло другого!» И хозяин послал другого слугу. «Будь вежлив и хорошо изложи им мою просьбу!» – сказал он. «Уходи прочь!» – закричали виноградари, увидев второго слугу. «Мы ничего тебе не дадим! Так и передай хозяину!» И второй слуга вернулся ни с чем. «Происходит что-то непонятное!» – возмутился хозяин. «Разве они забыли, что это мой виноградник, и я вправе требовать от них плоды!» «Пошли еще одного слугу!» «Может быть, одумаются!» – сказал он. «Но и с этим виноградари поступили так же, обругали и выгнали!» «Кажется, моему терпению пришел конец!» – произнес хозяин. «Неужели они присвоили мой виноградник? Пошлю-ка я сына моего!» «Устыдятся, ведь он мой наследник, и ему по праву принадлежит виноградник!» И хозяин послал своего сына. Но к горю хозяина виноградника случилось ужасное. Злые виноградари решили убить сына и завладеть виноградником. Как вы думаете, что будет с этими людьми, двумя виноградарями? Я думаю, что хозяин их отдаст под суд, и виноградари лишатся всего, даже жизни, из-за своего упорства. У этой истории есть очень поучительный смысл. Если мы также будем упорствовать, то из-за своего упорства мы можем лишиться всего, даже вечной жизни. В чем может проявляться наше упорство? Когда мы не хотим ходить на собрание или в воскресную школу или какие-то другие церковные мероприятия, когда мы молимся только иногда, когда уж действительно очень сильно нужно, когда мы не хотим читать Библию, когда мы не делимся этими историями о Боге со своими друзьями, одноклассниками. Мы говорим, а зачем? Пусть кто-то другой им расскажет. Зачем я буду рассказывать? Таким образом мы проявляем упорство. Также упорство может проявляться, если тебя в церкви просят что-то сделать. Может быть, украсить церковь к какому-то празднику, или рассказать стихотворение в церкви, или, может быть, спеть песню. А ты говоришь, нет, я не хочу, пусть кто-то другой это делает. Возможно, ваша молодежная группа собирается куда-то ехать, а ты говоришь, нет, я не поеду, потому что в этот день как раз будет какой-то интересный фильм по телевизору. Все это признаки упорства, и тебе обязательно с ними нужно бороться, потому что ты можешь лишиться всего, как лишились эти два виноградаря. Библия описывает нам несколько случаев, когда люди проявляли упорство и пострадали из-за этого, пострадали от Божьего гнева. Давайте вспомним только три истории. Ну, например, история о потопе. Все люди видели, как Ной строит ковчег, и смеялись над ним. Они не верили, что Бог может погубить землю водой. И Бог излил свой гнев, и всё человечество погибло из-за своего упорства, кроме семьи Ноя. Вторая история – это засуха во время пророка Ильи. Царь Ахав проявлял упорство перед Богом, он не хотел каяться, и наступила страшная засуха. Это тоже было из-за упорства. И третья история – это история с Ионой. Я думаю, что вам эта история очень хорошо знакома. Помните, как Бог сказал Ионе идти в Неневию и призывать всех людей к покаянию? Что сделал Иона? Иона отправился абсолютно в противоположную сторону. Он проявил упорство. И что с ним случилось? Бог послал огромный шторм. И для того, чтобы усмирить этот шторм, Иону бросили в воду. Приплыла огромная рыба, которую тоже послал Бог, и эта огромная рыба проглотила Иону. И в животе этой огромной рыбы Иона находился три дня. А всё могло быть иначе, если бы Иона не проявил упорство. Во всех этих историях мы видим, как Бог наказывает людей, которые имеют упорное сердце. Но если тогда, в глубокой древности, Бог наказывал людей за их упорство, то что может случиться с человечеством в наши дни? Точно так же Бог может излить свой гнев на всё человечество, если они будут продолжать упорствовать и не будут обращаться к Богу. Наш золотой стих сегодня записан. Книга «Послание римлянам», 2 глава, 8 стих. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. И также все эти истории мне напоминают историю с Иисусом Христом. Помните, сколько много пророков приходило до Иисуса Христа и говорили, что придёт Сын Божий, который умрёт за наши с вами грехи. Люди в это не верили. Некоторые даже были убиты за то, что они говорили эти пророчества. Затем Бог послал Своего единственного Сына, который рассказывал людям о спасении. И также о том, что возможно получить вечную жизнь, если вы примете Иисуса Христа как своего Спасителя. И что случилось? Злые люди арестовали Иисуса и убили. Хорошо, что Он не остался вечно во гробе. Он воскрес, и сейчас Он находится на небе. И Он сказал, я иду приготовить вам место. Он хочет приготовить место и тебе. Веришь ли ты этому? Всё, что тебе нужно, это прийти к Иисусу Христу и сказать, Господь, я грешный, прости меня. И Он тебя простит. Он каждому человеку даёт спасение даром. Нам ничего не нужно платить за это спасение. Нам не нужно вносить какие-то деньги для того, чтобы получить прощение. Нам не нужно идти к человеку и умолять его, чтобы он дал нам возможность войти в Небесное Царство. Чтобы он уговорил Иисуса Христа принять нас в рай. Нам ничего не нужно делать. Всё, что нужно, это сказать, Господи, прости. И ты получишь это прощение. И об этом наша новая песня. Сегодня к нам на урок мы пригласили тетю Олю. Давно она уже к нам не приходила в гости. И мы ей очень благодарны, что сегодня она нам будет петь эту песню. Нам Отец спасение дал даром. Пойте вместе с ней. Рассказывайте об этой истории другим людям, чтобы они тоже узнали, что спасение Бог предлагает всему человечеству абсолютно бесплатно. Исследоваться на его песню. Исследоваться на его песню. Молодец спасение дал даром, даром, даром. С неба села нам Весла. Паять, даром, даром, даром. Наши сердечкости стали даром, даром, даром. Тарам-тарам-тарам. Тарам-тарам-тарам. Хочет он спасти ребят. Тарам-тарам-тарам. Сердце ты мой, тарам-тарам. И утвердай, ты получишь вечный рай. Тарам-тарам-тарам. Сердце ты мой, тарам-тарам. Историю, которую мы сегодня изучали о двух виноградарях, записана в книге Евангелия Луки, 20 глава, с 9 по 18 стих. Если у тебя нет Библии, то ты можешь найти её по интернету или скачать приложение на свой телефон. Прочитай обязательно эту историю. Я думаю, что Бог тебе ещё больше откроет, что не надо быть упорным, а нужно подчиняться Иисусу Христу, нужно слушаться Его, но также нужно слушаться и наших земных родителей. Постарайся запомнить золотой стих, который мы сегодня уже с вами разбирали. Книга «Римлянам», 2 глава, 8 стих. И помни о том, что Божье долготерпение не нужно испытывать своим неповиновением и упорством. Ну и третье задание, как всегда, практическое. Сейчас на экране у вас появится карточка с заданием. Нужно будет выбрать и расставить выражение по смыслу. Что должны делать наследники Царства Божия, то есть те, которые верят в Иисуса Христа, и что делают люди, которые упорные и которые далеко от Царствия Божия. И также подумай о том, к какой категории ты можешь отнести себя. Ну вот и всё, друзья. Закончился наш с вами очередной урок Библии. Я очень надеюсь, что и эта история была для вас очень полезной, и вы многое узнали лично для себя. Я каждому из вас желаю на этой неделе не быть упорными, не проявлять это упорство, но быть настойчивыми в добром деле. Даже если у вас что-то не получается, я уверена, если вы будете прилагать много усилий, то у вас всё получится. Но чем больше вы будете бездействовать, тем меньше у вас будет желания к чему-то стремиться. Самое главное, стремитесь к Небесному Царству, но также и не забывайте о том, что и здесь, на Земле, мы должны быть настойчивыми в добром деле. Помогать окружающим людям, в первую очередь в своём доме, слушаться своих родителей, хорошо учиться, быть хорошим примером для всех, кто нас с вами окружает в школе, дома, в церкви, на работе. И если вам нравятся наши видео, то делитесь этими видео со своими друзьями, одноклассниками, со своими родственниками. Я думаю, что для них тоже будет полезно слушать уроки Библии. А я с вами буду прощаться. До новых встреч и до новых видео. Всем благословенной недели. Увидимся с вами очень скоро. Субтитры сделал DimaTorzok